Больше чем религия, буддизм – это философия, о которой можно проникнуться, осматривая сокровища Тибета. На Закарпатье стартовали дни буддийской культуры, в течение которых в Ужгороде, Мукачево, Берегово и Сваляве будут проходить тематические лекции, кинопоказы, мастер-классы по медитации и другие познавательные мероприятия. Среди них выставка буддийского искусства «Сокровище Тибета», которая знакомит с произведениями сакрального, декоративного и прикладного искусства стран Гималайского региона. Очень много вдохновения и есть экспонаты, которые действительно позволяют почувствовать такое спокойствие внутри и умиротворение, скажем. Организатор фестиваля «Фонд «Живая традиция»» основан поклонниками буддийской культуры, которая проводит просветительские мероприятия по всей Украине уже порядка 10 лет. Собственно, почти столько же собиралась представленная подборка, насчитывающая 400 экспонатов. Такая идея возникла сначала поделиться, так как мы сами увлекались, вдохновились идеями этой культуры, что-то привозили и так далее. Увидели большой интерес и потом стали целенаправленно собирать вот такие экспонаты. Экспонаты, хоть и не являются антикварными, однако выполнены по традиционным канонам, которые передаются из поколения в поколение от мастера к ученику. Меняются разве что технологии. Вот этот удивительно реалистичный монах, которого вы видите в нашем стенде, он изготовлен из полимерных материалов. И на самом деле такие статуи находятся в таиландских монастырях, и некоторые из них имеют высоту человеческого роста. И когда ты проходишь рядом с ними, ты даже не можешь быть полностью уверенным, это сидит человек или это статуя. Выставка условно разделена на две части. В светлом зале размещены традиционные символы буддизма, в тёмном же экспонаты тантрического искусства. Некоторые могут показаться агрессивными или даже злыми. И это объясняют знатоки маски, защищают человека от пяти пагубных эмоций – гнева, привязанности, гордыни, ревности или зависти и неведения. Даже если вы поедете в Тибет, вы не увидите всех этих статуй, вы не увидите этих изображений. Вам даже никто это не покажет. Они хранятся в закрытых комнатах, которые называются алтари защитников. И мы привезли их сюда, спросив сначала, конечно же, у буддийских лам, у буддийских учителей, можно ли это показывать. Потому что было бы некрасиво по отношению к ним сделать так. И они сказали, что да, вы можете это показывать, но обязательно объясняйте. Именно поэтому на выставке присутствуют экскурсоводы. Экспозиция доступна ежедневно, кроме вторника, и продлится до 25 мая. Прилетели. В Ужгороде проходит выставка тропических порхающих красавиц. Прирученность бабочек – это то, что больше всего поражает посетителей выставки. Насекомые не только легко идут на контакт с людьми, но порой и самостоятельно инициируют общение. Сейчас на выставке представлены два десятка видов бабочек. Их родина в основном – это Южная Азия и Америка. Что касается количества, то сегодня это около сотни насекомых. Через неделю их будет в разы больше, поскольку организаторы планируют пополнять разновидности. Со всей планеты здесь будут бабочки, то есть отдельные экземпляры здесь будут, и посетители могут ознакомиться с очень многими видами. Здесь очень интересные ночные и дневные бабочки, можно увидеть даже рождение мотыльков. Более того, можно увидеть самих гусениц, то есть большинство стадий, кроме яиц. Жизнь бабочки не слишком длинная. Тропические насекомые живут от двух недель до месяца в зависимости от вида. И, как правило, их назначение – дарить эстетическое наслаждение. «Бачила завжди по телевизору, но вживой никогда. Это очень красиво. Есть чем детям порадоваться, посмотреть. Это и для развития хорошо. 50 на 50, потому что познавательно и очень красиво». Чтобы насекомые не скучали, им по соседству поселили ещё одних экзотов – родственников канареек южноазиатских птиц – амадинов. Их жизнь продолжительная, и с бабочками живут они в согласии. «В целом, с бабочками птицы очень комфортно. Они летают, не трогают друг друга. А можно даже сказать, что не обращают внимания друг на друга. Бабочки у нас достаточно большие, и птицам они не интересны». Уже в ближайшее время специалисты намерены открыть в области так называемую ферму бабочек. На ней будут выводить насекомых и отпускать на волю. Таким образом, предотвратят исчезновение некоторых видов. Параллельно специалисты просят людей не сжигать весной сухую траву. Ведь именно там, ещё не родившись и без шанса на спасение, сгорает наибольшее количество личинок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...